В Симферополе из-за отравления неизвестным веществом погибли двое детей. Еще один ребенок и мама в тяжелом состоянии в больнице. Следком возбудил уголовное дело. Помимо основного осмотра был проведен дополнительный осмотр и следственный эксперимент с привлечением специалистов газовой службы. Крымские парламентарии в окончательном чтении проголосовали за трехлетний бюджет Крыма. Главный финансовый документ республики бездефицитный. Я точно могу уверить всех крымчан, что все социальные выплаты, все учтено, в полном объеме, включено в бюджет. В Симферополе в пятиэтажке на улице Ларионова мать и трое детей отравились неизвестным веществом. Десятимесячный малыш скончался до приезда скорой. Уже в больнице умерла и его восьмилетняя сестра. Мать и оставшийся в живых четырехлетний мальчик сейчас находятся в реанимации. Сотрудники следственного комитета не обнаружили утечи газа и неисправности вентиляции в квартире пострадавших. Минувшее воскресенье стало для одной симферопольской семьи трагичным днем. В один миг мать и трое детей почувствовали серьезное недомогание. К моменту приезда скорой скончался десятимесячный сын. Уже в больнице восьмилетняя дочь. Теперь врачи пытаются спасти четырехлетнего мальчика. Сейчас он находится в реанимации инфекционной детской больницы на искусственной вентиляции легких. Историей тем временем занимаются следователи. На месте происшествия работали опытные следователи и следователи-криминалисты. Помимо основного осмотра был проведен дополнительный осмотр и следственный эксперимент с привлечением специалистов газовой службы. Предварительно утечек бытового газа, неисправности газового оборудования и вентиляционных выходов не установлено. В настоящее время следствие рассматривает все возможные версии, приоритетные из которых отравление веществом неясной идеологии. Сейчас специалисты проводят медэкспертизу и иные исследования, чтобы установить источник заражения и причины смерти двоих детей. По факту происшествия следком возбудил уголовное дело с формулировкой «причинение смерти по неосторожности». Похоже, что в этой истории вскоре появится и дело о мошенничестве. Неизвестные начали собирать деньги для пострадавшей семьи. Официально заявляем, мы никого не уполномачивали на сбор средств нам через интернет или не сами, и, короче, никого не уполномачивали, чтобы собирали деньги нам, как говорится, на помощь. Деньги и правда собирали, но делали это соседи. Так уж принято. Потратить их, скорее всего, придется на венки. Печальное приобретение для совсем недавно полной и счастливой семьи. Семья, господи. Это самые дети устроенные жили. И там где-то квартиру должны получать. Сейчас правоохранители пытаются расставить все точки над «и» и понять, что же стало причиной безвременной смерти двоих детей. Среди одной из версий, которая рассматривается следователями, результаты травления насекомых в магазине, смежном с многоэтажкой. Подобные случаи уже известны. Например, в октябре этого года дезинсекторы стали причиной недуга жителей поселка Мирное Симферопольского района. Вполне вероятно, что химикаты снова принесли вред, ведь из следствия сообщает «Вещество неизвестной идеологии». Никита Егоров, Артур Добряков, Служба новостей и ТВ. В аэропорту Симферополь утром задерживали прибытие и вылет семи самолетов. Причина – погодные условия. С утра на город опустился туман. В частности, задерживались самолеты из Москвы, Екатеринбурга, Сочи, Краснодара и в обратном направлении. Депутаты Государственного совета Крыма во втором окончательном чтении приняли бюджет республики на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годы. Главный финансовый документ будет бездефицитным. Согласно законопроекту, доходы и расходы бюджета в следующем году превысят 185 миллиардов рублей. Какие еще решения были одобрены парламентариями? Расскажем далее в сюжете. Бюджет – один из важнейших документов современного государства. На его создание уходит не один день. Работа над проектом главного финансового документа Крыма началась еще летом. Трехлетний бюджет республики будет бездефицитным. В следующем году доходы и расходы составят порядка 185 миллиардов рублей. В 2021 – 162, в 2022 – 178 миллиардов рублей. За законопроект единогласно проголосовали 68 депутатов. Я точно могу уверить всех крымчан, что все социальные выплаты все учтено, в полном объеме включено в бюджет. На содержание бюджетных учреждений и заработную плату всех бюджетных учреждений суммы тоже включены, с учетом того, что с 1 октября будет индексация заработной платы на индекс инфляции. Несмотря на это, в парламенте нашлись депутаты, раскритиковавшие главный финансовый документ. По их мнению, Министерство финансов не задумывается о варианте развития событий, когда Крым станет жить только лишь за счет собственных доходов. Кроме того, поправки, выдвинутые депутатами в бюджет, внесены не были. Даже страшно представить, что может случиться, если через 2-3-4 года федеральный центр прекратит нам этот финансовый дождь, и мы останемся на собственном самообеспечении. То так же, как сейчас на каждом комитете МИЗО пытается продавать имущество Крыма и говорит, что мы не в состоянии его содержать, у нас нет денег, то я не удивлюсь, что через 5 лет МИЗО будет выставлять сегодня построенные садики и школы на продажу, потому что у них не будет средств содержать эти социальные объекты. Опасения депутата прокомментировал спикер парламента. Владимир Константинов порекомендовал коммунистам не переживать и сосредоточиться на реализации социальных программ. Мы это все просчитали, и в нашем бюджете всегда будет достаточно средств. Мы на это всегда, нашим детям всегда деньги найдем. Уважаемые коллеги депутаты, у нас сотни, сотни реализуемых одновременно объектов. Послушайте, такого дождя, дождя финансирования в Крыму никогда не было. Давайте с этим разберемся, чтобы все было сдано, все было запущено. Кроме финансовых вопросов, депутаты решили и кадровые. Главой счетной палаты Крыма был переизбран Анатолий Заиченко. На должность Мирового суди Республики назначена Татьяна Ваянова. Мария Моссур, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Помимо руководителя счетной палаты и Мирового суди Республики, депутаты приняли и другие кадровые решения. Должность уполномоченного по правам человека в Крыму заняла Лариса Апанасюк. С февраля 2014 года по ноябрь текущего Лариса Апанасюк была вице-премьером Крыма и руководителем аппарата Совета Министров Республики. Свой пост она покинула по собственному желанию. За назначение Апанасюк на новую должность проголосовали 66 депутатов. После новоизбранный омбудсмен приняла присягу и пообещала оправдать оказанное ей доверие. Я надеюсь, что у нас и дальше будет очень тесное, плодотворное, активное сотрудничество. Точнее, даже в этом уверена, потому что Конституция Российской Федерации определила права и свободы человека главной ценностью, а их защиту – приоритетом в деятельности органов государственной власти. Сотрудницу Крымского отделения пенсионного фонда уволили за скандал с пенсионеркой. Напомним, видео попало в социальные сети, чем привлекло внимание к инциденту. О неприятной истории наша съемочная группа рассказывала накануне. Сотрудница пенсионного фонда в Симферополе жестко обошлась 80-летней пенсионеркой. Работница госучреждения буквально кричала на пожилую женщину, требуя, чтобы та завела личный кабинет. В отделении пенсионного фонда наших журналистов заверили, по данному факту будет проведена служебная проверка. Позже, по ее результатам, со скандальной сотрудницей за несоблюдение норм этики, трудовой договор был расторгнут. В Симферополе прошла вторая международная конференция «Зе мост к успеху». Экспортный потенциал Крыма. Предприниматели Сирии, Чехии, Иордании, Индии, Ливана и других стран обсудили дальнейшие перспективы развития торговых отношений. Крымские бизнесмены встретились с компаниями, заинтересованными в сотрудничестве. Подписаны первые договоры. Подробнее об этом далее в сюжете. Косметику крымского производства планируют экспортировать в Сирию. Торгово-промышленная палата Чехии поможет полуострову предоставить продукцию в их филиалах в Европе и Азии. В рамках второй международной конференции «Зе мост к успеху экспортный потенциал Крыма» Крым заключил торговые отношения с Сирией по поставке сельхозпродукции с ассоциацией из Турции по предпринимательству. Мы были в Иране и хочу сказать, что и Чехия, да, Иржи, Нестовал, это, наверное, уже такой даже не могу сказать, что он гость Крыма, это такой приверженец Крыма, который очень переживает и очень старается продвигать. Так вот, первое соглашение это было с ним и у нас с ним договоренность, первый шаг, который мы будем совместно делать, это размещение крымской продукции на территории площадки его подразделения в Китае. Это бесплатно крымская продукция будет размещена на его площадке, это шоурум, где мы сможем продвигать уже крымскую продукцию. Чешская среднеазиатская торговая палата поспособствует крымским предпринимателям в продвижении продукции на китайском рынке. Первый шаг – размещение товара на площадках подразделения чешской среднеазиатской торговой палаты в шоурумах. Теперь Крым будет активно сотрудничать с заграничными компаниями. Мы думали, что можно, я посмотрел в прошлый раз, когда приехал с Натальей, у них такое качество косметики, в которой я работаю в Иордании, можно с этой косметикой маркетинг или что-то сделать в Иордании, или как можно еще увеличивать вот это качество продуктов. Я благодарен, что представители Крыма посетили Иран. Мы выбрали Крым для сотрудничества, потому что здесь возможности для нашей дальнейшей работы. Есть заводы, с которыми мы можем сработаться. Участниками конференции стали представители Сирии, Чехии и Ордании, Индии, Ливана, Ирана, Республики Беларусь и других стран. Итог встречи – подписание ряда соглашений о международном сотрудничестве, что станет точкой отсчета в новых отношениях Крыма с зарубежными странами. Анна Беляева, Артур Хороший, Служба новостей, ИТВ. Мы переходим ко второй части выпуска и вот о чем пойдет речь далее. На одном из симферопольских маршрутов обновился подвижной состав. Крым-троллейбус получил 97 новых автобусов «ЛиАЗ». Я думаю, что наши люди это оценят и им будет комфортнее. В Симферополе наградили участников чемпионата WorldSkills. Победители представят республику на всероссийском уровне. Вступление в ассоциацию WorldSkills в Республике Крым у нас увеличился набор в систему среднего профессионального образования. Во время проведения операции нетрезвый водитель в советском районе инспекторы ГИБДД задержали автоледи под шофе. Женщина попыталась скрыться от дорожного патруля, в результате не справилась с управлением и вылетела за пределы проезжей части в кювет. Полицейские немедленно отправились на помощь водителю. За рулем машины оказалась 38-летняя жительница советского района, которая, к счастью, серьезно не пострадала, отделавшись ушибами и ссадинами. Как объяснила сама нарушительница, автомобилем она управляла без водительского удостоверения, перед поездкой употребив значительное количество спиртного. Теперь крымчанке грозит наказание в виде административного ареста до 15 суток, либо штрафа в размере 30 тысяч рублей. Сотрудники ГИБДД привлекли автоледи к административной ответственности за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке и за отказ пройти медицинское свидетельствование на состояние опьянения. В Симферополе постепенно обновляется подвижной состав. По решению главы республики Сергея Аксенова ГУП «Крым Троллейбус» получил 97 новых автобусов «ЛиАЗ». Несколько из них теперь будут обслуживать 63-й маршрут, который соединяет Марьино и автостанцию «Западная». Коллапс общественного транспорта в Симферополе постепенно сходит на нет. В городе начали курсировать несколько новых автобусов «ЛиАЗ». Они обслуживают маршрут номер 63, который соединяет Марьино и западную автостанцию. Современный подвижной состав удалось купить в лизинг. Можем наблюдать, что сейчас на маршруте будут работать комфортабельные с кондиционерами крупногабаритный транспорт. Это марка «ЛиАЗ» с 19-го года выпуска. Поэтому наши жители, я думаю, обрадуются такому новшеству. Горожане жаловались на 63-й маршрут уже давно, поэтому администрация решила перенести перевозчика на другие направления. Этим теперь занимается ГУП «Крымтроллейбус». Именно этому предприятию принадлежат новые «ЛиАЗы». Они, к слову, будут ездить немного иначе. Учитывая габариты непосредственно «ЛиАЗа», это 12,5 метров, он, к сожалению, по техническим характеристикам не сможет пройти участок дороги от Севастопольска до Сильпо. Поэтому я думаю, что наши люди это оценят и им будет комфортнее. Поэтому 63-й маршрут будет в прямом и обратном направлении ходить непосредственно по проспекту Кирова. Новые автобусы продолжат распределять и по другим городским автобусным маршрутам. Так что на «ЛиАЗы» пересядут не только пассажиры 63-го. Сейчас власти изучают транспортную схему, чтобы определить направление с высокой нагрузкой и нехваткой подвижного состава. В Крыму завершился пятый региональный чемпионат WorldSkills. Движение способствует повышению престижа рабочих профессий, мотивирует молодежь на достижение профессиональных успехов и дает возможность талантливым специалистам себя проявить. В Симферополе прошло награждение победителей. С призерами пообщалась наша съемочная группа. 110 конкурсантов 18 компетенций в течение пяти дней боролись за право быть лучшими в своем деле. Соревнования проходили на семи площадках в Симферополе, Ялте и Евпатории. Возраст участников колеблется от 16 до 55 лет. Конкурсанты демонстрировали способности в парикмахерском искусстве, поварском деле, кондитерском, сварочных технологиях, малярных и декоративных работах, технологиях моды, туризма и многом другом. Виктория Громова победила в номинации «Поварское дело». На конкурсе готовила консамея, птицу и пасту. Пасту, собственно, приготовление. Что за паста у тебя была такая интересная? Авалакта – это чисто на молочных продуктах. Не должно быть мяса, яйца, мука молочная. WorldSkills не только для юных ребят, но и для людей, у которых уже за плечами годы опыта. Виктория Романцева преподает в колледже уроки по дизайну. На конкурсе представила платье в стиле Боха. Это стиль, в общем-то, чаще всего используют, носят женщины, скажем так, за 30. Ну, в принципе, и молодежь тоже сейчас использует. Это очень свободный стиль, стиль раскрепощенный, но при этом не исключает элегантность. Используются натуральные ткани, свободные силуэты, очень комфортно и удобно. В этом году участвовали не только крымчане, но и гости из Краснодарского края, Севастополя и Республики Татарстан. С каждым годом организаторы отмечают повышение интереса к этому конкурсу. Для нас очень приятно, что с вступлением в ассоциацию WorldSkills Республики Крым у нас увеличился набор в систему среднего профессионального образования. Наши колледжи и техникумы ежегодно уже набирают на конкурсной основе. То есть у нас в этом году были направления специальностей, даже рабочей профессии от трех до пяти человек на место. Средний балл теперь в техникумах составляет 3,8-4,6. Из числа победителей будет сформирована сборная Крыма, которая уже в следующем году будет бороться за право участия в национальном финале чемпионата «Молодые профессионалы». Он пройдет в Кемеровской области. Яна Витринюк, Артур Хороший, служба новостей и ТВ. В Симферополе не хватает дворников. МБУ «Город» расширяет штат сотрудников и приглашает на работу всех желающих. На предприятии открыто почти три сотни вакансий. Кандидатам на должность дворника предлагают шестидневный рабочий график с 6 часов утра до 13 дня. Заслуженные выходные – суббота или воскресенье. Оплата труда будет складываться из двух частей – оклада в размере 18,5 тысяч рублей и надбавки – 42% за интенсивность и качество выполнения работы. На дополнительные выплаты могут рассчитывать сотрудники за стаж работы и выслугу лет. В обязанности входит уборка города от мусора, листва и снега, поддержание чистоты. Будущих сотрудников обещают обеспечить всем необходимым инвентарем. В четверг, 28 ноября, МЧС Крыма будет тестировать системы оповещения населения. В эту проверку входит запуск электросирен, стоек циркулярного вызова и радиотрансляционных узлов по всей республике. Включение сирен назначено на 10, 13 и 15 часов. МЧС призывает хранить спокойствие во время их работы. Особенность проверки в этом году заключается в том, что кроме 165 старых систем оповещения запустят 135 новых. Во время тестирования крымчан просят не беспокоиться. Это все, о чем мы вам хотели рассказать сегодня. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на телеканале ИТВ. А я прощаюсь. Всего вам доброго.